Коммунальные долги клиентов – хроническая проблема многих ресурсоснабжающих компаний. С начала 2021 года поставщики тепла, воды и электроэнергии вновь начисляют пение на задолженности, поставленные на заморозку из-за коронавируса в прошлом году. Нет оплаты по счетам, нет денег на ремонт инфраструктуры, а значит, в конечном итоге страдают все жильцы, в том числе и те, кто исправно платит по счетам за ЖКУ. Поступающие денежные средства от наших потребителей мы направляем на погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы, на осуществление ремонтов, выполнение программ модернизации основных фондов. Нижегородская областная коммунальная компания обслуживает 7 муниципалитетов. По итогам прошлого года абоненты задолжали рекордные 580 миллионов рублей. Методы спасения классические – кнут и пряник, поощрение добросовестных потребителей и взыскание долгов с неплательщиков. Отдельная боль люди и даже целые организации, которые незаконно подключаются к сетям и, говоря по-простому, воруют ресурсы. Как это произошло и в Балахне на улице Владимирская, 7. К жильцам обращались неоднократно, но так как обращения игнорируют, бороться приходится жестко. От водоснабжения дом приходится отключить. Составили список тех людей с адресами, которые получали технические условия и даже подготовили проекты на подключение к водоснабжению. Но договор так и не заключили в нашей организации. На сегодня уже выявлено более 15 физических лиц и более 10 юридических лиц, которые пользовались нашими коммунальными ресурсами, грубо говоря, незаконно. А вот и тот метод пряника – счастливое списание долга для участников акции. Нижегородская областная коммунальная компания. Сообщаем вам, что за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения у вас образовалась задолженность в сумме 4 325 рублей. Предлагаем вам оплатить образовавшуюся задолженность до 25 января 2021 года и стать участником акции «Счастливый платеж». Татьяна Куделина – лишь одна из тех, кто согласились с этим заманчивым предложением. Я погасила задолженность, которая у меня имелась на начало года. Я буду участвовать в акции «Счастливый платеж». Ну, я не понимаю таких людей, кто может что-то себе позволить, какие-то вещи дорогостоящие купить, а коммуналка не оплачена. У Татьяны Куделиной и других добросовестных абонентов теперь есть возможность выиграть сертификаты на погашение коммунальных услуг номиналом 3, 5, 10 и главным призом 30 тысяч рублей. И это отличная альтернатива заглушке на канализации за долги. София Иванова, Василий Лысков. Время новостей.